Я остаток не буду говорить, но основные цифры я назову 1 миллиард 450 миллионов рублей или 98% при плане 1 миллиард 480 миллионов рублей Остаток денежных средств, переходящих на 1.01.2023 году было 83 с лишним миллионов рублей Показатели по всем видам дохода бюджета именно по доходной части исполнены 100 и более процентов В этой таблице все видите показатели Я, если можно, если коротко именно не буду касаться по всем поступлениям если смотреть от индивидуальных предпринимателей от юридических лиц У нас было запланировано 727 миллионов поступило 752 миллиона в процентном соотношении 103-4% Также у нас, как я больше говорил от бюджетных организаций при плане 529 миллионов поступило 532 миллиона рублей Также в прошлом году у нас было запланировано из республиканского бюджета трансфер на общую сумму 140 миллионов рублей Из них было пенсионным фондом освоено всего лишь 15 миллионов рублей Это единственное Если смотреть бюджет пенсионного фонда за 2023 год исполнение было 10,7% Но тут минус очевидно для всех Это наоборот плюс То, что мы справились с дотацией В прошлом году только мы взяли 140 15 миллионов рублей В этом году в бюджете в 2024 год Если смотреть, то у нас бюджетного трансфера вообще нету Мы справляемся с силами, с своими средствами В 2023 году фондом мобилизована задолженность на общую сумму 116 миллионов рублей Показатели из 116 миллионов рублей По инкассовым поручениям было взыскано 19 с лишним миллионов рублей Ну, Владимир Валерьевич, как говорил, ранее озвучил цифру 22 миллиона 700 тысяч рублей Будоводский дорожный фондом кабинет Задолженность у нас реализовал И так еще другие организации Бурдоретов у нас такие показатели По сравнению с 2022 годом Если сравнивать по поступлениям Поступление сархозносов увеличилось на 229 миллионов рублей Я бы еще хотел остановиться Когда я озвучил, что у нас был переходящий остаток в 2023 году 83 миллиона рублей То на 2024 год у нас перешел остаток в 207 миллионов рублей Исполнение расходов бюджета фонда в 2023 году составило 1 миллиард 327 миллионов рублей Или 86,5 процентов На обеспечение функции аппарата пенсионного фонда 18 миллионов 710 рублей Фонду удалось произвести возмещение, как вы знаете, в прошлом году Излишни выплаченных сумм и доплат пенсии Российскому пенсионному фонду на общую сумму 24 с лишним миллионов рублей Это за счет пенсионного фонда мы вернули эти деньги Также в 2021 году было у нас реализовано к 30-й годовщине победы в отечественной войне народа Абхазии Осуществлена единовременная выплата семьям погибших по 20 тысяч рублей Это коснулось 1393 человек И на общую сумму 27 миллионов 860 тысяч рублей Также, как вам известно, что мы с начала 2024 года, благодаря таким остаткам Мы сумели увеличить выплаты нашим инвалидам и семьям погибших от 2000 рублей до 3400 рублей Это коснулось 5174 человека На это дополнительная потребность фонду в этом году потребуется 125 миллионов рублей Также, в общем, общее количество получателей пенсии и пособий в общем всех взятых На декабрь месяц 2023 года 47738 человек А количество получателей доплат пенсии 12920 рублей на декабрь месяц было И, как вы знаете, вчера было принято постановление об увеличении доплат пенсии Те, кто не получают российскую пенсию, это коснется 15 с лишним тысяч человек И там будет увеличение на тысячу рублей всем десяти категориям